Я ее написал около пяти лет назад. Дело в том, что пять лет назад я как раз переехал из Петербурга в Москву, потому что я женился. И мне все мои, ну не все, а большинство моих друзей, музыкантов, особенно из тех, кто помоложе, они мне говорили, ой, все, жениться, все, ничего не напишешь, вообще ничего не напишешь. Я, значит, вот женился и через месяц сел и на зло им всем написал эту песню. Потом два года ничего не писал. Хотя всем говорил, ребята, женитесь быстрее. Это вот как, знаете, сейчас вот у нас двое детей, значит, сыну моему четыре года, а девочка совсем маленькая дочка, ей исполнилось только девять месяцев, не так давно. И, значит, мы с женой, когда нас спрашивают, ну вы как, устаете? Мы говорим, нет, что вы, мы так счастливы. Быстрее рожайте уже, быстрее. Хочется разделить с кем-то эту участь, счастливую, я подчеркиваю, участь. Ну такую непростую, да, особенно для человека, которому все-таки необходимо иногда оставаться, знаете, в одиночестве, да, немножко собраться с мыслями и так далее. Вот, я родился в Нижнем, как я уже говорил, и ничего, что я вам так рассказываю, это нормально вот так, да? Кстати, друзья мои, давайте, чтобы это был не совсем концерт, вдруг кому-то из вас захочется меня о чем-нибудь спросить. Мне кажется, что это очень даже хорошо было бы, если бы произошел такой диалог, поэтому, может быть, вдруг возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, ладно? Значит, и мы жили с мамой, вот кто-нибудь из здесь присутствующих бывал в Нижнем Новгороде? Да, да, да. Да, вот я вижу, что да, были, были, были. Значит, ну тогда вы не дадите мне соврать, тем более, что врать-то я и не собираюсь. Значит, весь исторический центр Нижнего Новгорода, это большая такая деревня, знаете, с маленькими постройками, ну, двухэтажными максимум. Ну, много-много таких построек, знаете, барачного типа, не побоюсь этого сравнения. И вот, например, в нашем дворе, значит, стоял такой большой двухэтажный барский дом, тоже деревянный. А все остальные постройки, ну, у них было другое, иное предназначение в те времена, еще дореволюционные. То есть там, например, вот наш дом, где мы с мамой жили, это была конюшня. Значит, соседний дом, это были складские помещения. У них подвалы были вот по величине того, что наверху, то и внизу, в общем, по площади совпадало, и по глубине тоже. То есть второй дом внизу еще. И какая-то бывшая баня стояла, тоже там жили люди, жили мои маленькие друзья, которые также со мной вместе росли. И я своему детству очень благодарен, потому что детство у меня было настоящее такое, знаете, мальчишеское, дворовое. То есть мы разбивали лбы, мы, значит, сдирали кожу на коленях и локтях и лазили по чердакам и подвалам. Я вот сейчас очень много езжу по, ну вот, например, по Америке, я не так давно вернулся из двухмесячного тура. И я смотрю на вот эти огромные города, мегаполисы, да, то есть и думаю, вот у этих детей, которые там растут, у них такого детства, конечно, уже, ну, по крайней мере, сложно мне это представить. Да, у них совсем уже, совсем другие игрушки, совсем уже другие... А у нас чего не было, у нас вот только чердаки и были. И дом, в котором мы жили, как я уже говорил, вот эта конюшня, там крыша, чем-то ее не кроя, она, когда дожди начинались, она начинала протекать. И вода находила пути вот к этому старому беленому потолку, и на нем каждый вечер, вот я засыпал и наблюдал новые, знаете, водянистые такие узоры, как я их называл. И я сравниваю вот это, когда люди смотрят на облака, да, и представляют там, фантазируют какие-то фигуры там у них в воображении, вырисовывают. Вот то же самое, примерно, когда я смотрел на этот потолок. Ей-богу, каждый вечер какой-то новый, значит... И я так засыпал быстрее. Вот, а спустя много лет написал об этом стихи. Вода заползла на узор потолочный, Размыв очертания древних фигур. За стенкой ругается с женщиной склочной, Веселый и пьяный сосед Балагур. Я больше, чем счастлив, Я меньше, чем молотом. Мне кажется, вечер еще веселей, Когда атакует ноябрьский холод Снарядами влаги из дыр и щелей. Моё пианино фиаско из клавиш, Игра неказиста, мотив нарочит. Но если ты, Боже, меня не оставишь, Оно заиграет, оно зазвучит. Оно заиграет, летя и врачуя, Сердца обведя гармоничным перстом. Я верю, я даже не верю, я чую, Так будет, так будет когда-то потом. Надежда на завтра, губительный вирус, Гвоздями рассвета прибьет ко кресту, И время моё, как рубашка на вырост, Износится раньше, чем я дорасту. Иглой патефонный, и взорван, и сколот, Зажжён, как плёнка старинных кассет. Я меньше, чем счастлив, Я больше, чем молод. Играю всё так же, но пью, как сосед. Небрежно скомкав простынь на матрасе, Швырнув под стол шопеновский клавир, Напудрив нос и губы разукрасив, Выходишь ты в невыспавшийся мир, В который раз окидываешь взглядом Ещё не пробудившийся поток Людей немых, идущих где-то рядом, Пусть вместе в ног каждый одинок. Зима по крышам домов, на теле больших городов Искала большие тела, вершла большие дела. Искала, ловила, ласкала, как маленький мальчик, Аскала чужие песни на улицах Такого холодного Питера. Такого холодного Питера. У каждого в любви своя измена, И правда тоже каждому своя. И все боятся голода и тлена, Притом борясь за вечность путия. Но даже так, когда свобода зыбка И хрупкие горькие стержни из толпа Пусть этот мир спасет твою улыбку И пусть ее не выдержит толпа Зима по крышам домов на те больших городов Искала большие тела, вершла большие дела Искала, ловила, ласкала Как маленький мальчик, а скала Чужие песни на улицах Такого холодного Питера Такого холодного Питера Такого холодного Питера Такого холодного Питера Я бы мог плыть всего полстроки Я бы мог вселенную прочесать И все равно вернуться к руслу твоей реки Если б не осталось плыть Еще полчаса, чтобы сказать прости Еще полчаса, чтобы сказать люблю Этого шторма Еще полчаса, чтобы сказать прости Спасибо большое Знаете, когда я впервые в своей жизни Спасибо Спасибо